Веларусь 4 программа де-факто. Мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и обсуждаем темы, которые касаются нашей с вами безопасности. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. 5 миллионов долларов, не отходя от кассы, предприниматели из Мозыря попались на продажу в Россию санкционной продукции. Вперед или назад. В Гомеле девушка напуталась с переключением скорости и атаковала крыльцо банка. Ваканты ли места для инвалидов в ГАИ? Разбирались, почему гомельчане часто нарушают правила парковки. Безопасность на воде. Осмотрительны ли владельцы катеров и мотоциклов с водной глади? Репортаж Алексея Немкевича. А также, стоит ли рыбакам ожидать перемен в законодательстве? О требованиях к маломерным судам и ситуации на водоемах области поговорим с экспертом. И начнем выпуск с отвора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. Цена вопроса более 5,5 миллионов долларов. Именно на такую сумму предприимчивые мозорские бизнесмены продали из Евросоюза в Россию продукцию, попавшую там под санкции. Деньги сделали на овощах и фруктах. Томаты, яблоки, груши и другие товары группа мозорян закупала не только в Европе, но и в Турции на имя подставных предпринимателей. Продукция предназначалась для реализации в Беларуси. Однако, как только овощи и фрукты попадали в страну, их перепаковывали, оформляли поддельные документы. И под видом белорусских товаров отправляли в Россию. Такая схема проработала весь 2017 год и принесла махинаторам миллионы долларов. Помощь спасателей понадобилась водителю Форда, который попал в ДТП и оказался зажат в салоне своего автомобиля. Авария произошла на трассе М5 неподалеку от деревни Белеца Жлобинского района. 30-летний мужчина не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение дороги, отбойник. В результате он оказался заблокирован в авто. А его пассажир смог самостоятельно покинуть машину. Он-то и вызвал спасателей. Один погиб на месте, одного удалось спасти. В Рогачевском районе на пожаре в частном доме произошла трагедия. Это случилось в деревне Кистени. Пожарные выехали по сообщению о возгорании на улице Днепровской. Открытым пламенем горели сарай и дом, кровля которого к приезду первых подразделений МЧС успела обрушиться. В ходе тушения пожара на полу прихожей спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины, хозяина домовладения. Позже из горящего сарая пожарные вытащили еще одного человека, находившегося без сознания. Спасенному понадобилась госпитализация. В Гомеле следователями устанавливаются обстоятельства гибели пешехода на улице Бориса Царикова. На мужчину наехал мусоровоз, который двигался задним ходом для погрузки контейнеров. На пути грузовика оказался 70-летний пенсионер. А это корма. Здесь водитель автомобиля БМВ совершил наезд на пенсионера, не обозначенного световозвращающими элементами. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Гомельские таможенники обнаружили в грузовом автомобиле более 100 металлических контейнеров и катушек, не заявленных в товаросопроводительных документах. По оценке специалистов, незаконный товар тянет на 100 тысяч белорусских рублей. Автомобиль прибыл из Румынии. Фактическое количество перевозимого груза не соответствовало указанному в документах. 2000 будылок без акцизов и документов. Очередную крупную партию контрафактного алкоголя из России задержали таможенники в Гомельской области. В восстановленной для досмотра фуре было найдено около 1000 литров водки. Товар был просто прикрыт деревянными палетами и пустыми канистрами. По данному факту, начат административный процесс. Водка изъята. Специалисты комитета госконтроля Гомельской области выявили нарушения в общепите, связанном с отделами образования. Сотрудники госконтроля проверили, как осуществляются закупки в учреждениях Будок Кошелевского, Ветковского, Ельского, Калинковичского и Кармянского районных отделов образования, а также железнодорожного и центрального районов Гомеля. В результате проверки всплыли системные нарушения и незаконное расходование средств почти на 100 тысяч белорусских рублей. Четыре автомобиля столкнулись на улице Советской в Гомеле. Со слов очевидцев, водитель Сузуки, выезжая с дворовой территории, решил объехать стоявший на правой полосе грузовик, но столкнулся с автомобилем Хонда, из-за чего последнюю иномарку отбросил навстречку, где она столкнулась с троллейбусом и с автомобилем Рено. Пострадавших нет. Авария в Светлогорском районе оказалась чем-то похожей на предыдущее ДТП, только произошла она на загородной трассе, где водитель легкового автомобиля попытался объехать трактор. В итоге Passat занесло, он съехал в кювет и столкнулся с деревом. В салоне авто находились три человека, водитель в больнице. А хозяйка этой иномарки и вовсе продемонстрировала чудеса вождения. Девушка перепутала скорости и, дав газу, задним ходом заехала на крыльцо одного из гомельских банков. К счастью для водителя, пешеходов на ступеньках в тот момент не оказалось. В пункте таможенного оформления новая рудня задержали грузовик, в котором общий вес черешни значительно превышал заявленный в документах. Перевозчик из Молдовы вез фрукты в Беларусь. Но бонус весом 970 килограммов не был заявлен в сопроводительных документах. Черешня отправилась обратно. Тяжелые травмы на рыбалке. В Гомеле мужчина приблизился удочкой к проводам высоковольтных линий электропередач и получил разряд, что привело к сильным ожогам. Рыбаку повезло, что рядом оказались очевидцы, которые вызвали скорую и милицию. Сейчас мужчина в больнице. Масштабный рейд по парковкам провели инспекторы ГАИ. В центре внимания оказались места для инвалидов. Сотрудники проверили, занимают ли их не имеющие на это право водители. Как показал рейд, это происходит практически повсеместно. Нарушения носят распространенный характер. Водители не стесняются знаков с инвалидной коляской и без зазрения совести паркуются возле центрального рынка, торгово-развлекательных центров, зданий администрации и гипермаркетов. Последние объекты и вовсю бьют все рекорды по количеству откровенных нарушений. Очень много поступает жалоб со стороны водителей транспортных средств, управляющих, которыми управляют лица с ограниченными возможностями. Город, к сожалению, загружен транспортом. Наличие оповещающего знака на стекле автомобиля, согласно правилам, носит рекомендательный характер. Водитель с ограниченными возможностями может его и не вывешивать. Однако те, кто не имеет группы по инвалидности, рискуют заплатить штраф до двух базовых величин. Конечно же, в случае, если инспектор проверит авто по базе данных. Мест для парковки инвалидов не очень много выделено, поэтому, когда человек приезжает и пытается припарковаться, оно занято, и ему приходится парковаться на общих основаниях. С каждым годом количество легковых автомобилей в областном центре только увеличивается. Нельзя сказать, что такой рост пропорционален появлению новых парковочных мест. Еще и поэтому многие идут на нарушения. Но парковка на местах для инвалидов – это вопрос еще и этический. Ведь помешать человеку с ограниченными возможностями поставить на стоянку свое авто там, где ему положено, по мнению инспекторов, моральная незрелость. Мероприятие направлено на профилактику, предупреждение и пресечение фактов нарушения водителями транспортных средств остановки для водителей-инвалидов. В Гомеле сегодня насчитывается более 300 парковочных мест для инвалидов. И когда видишь, как их занимают роскошные иномарки, невольно задаешься вопросом, а действительно ли на них приезжают инвалиды. Инспекторы госавтоинспекции собираются продолжать рейды по таким местам на постоянной основе и проверять стоянки возле крупных социальных объектов еженедельно. Подвергают опасности и себя, и окружающих. На воде, как и на дороге, существуют правила движения. Есть также и те, кто их не соблюдает. По сравнению с автомобилистами, нарушители попадаются чуть ли не через раз. Наш корреспондент Алексей Немкевич выяснял, так ли это. 28 тысяч в регионе, из них 11 тысяч приходится на Гомель. Именно столько судов зарегистрировано в госинспекции. Цифры немаленькие. По приблизительным подсчетам на 50 гомельчан приходится одна лодка. Здесь все как у автомобилистов. Свои парковочные места и гаражи, и требования, которые предъявляются к безопасности, не меньше. Вода, как и дорога, ошибок не прощает. Насколько здесь все непросто, мы решили убедиться лично, и наша съемочная группа отправилась в очередной рейд с инспекцией по маломерным судам. С первого взгляда на эту лодку инспектор нарушений не находит. Номер на борту виден четко, остается проверить документы. До 2020 года все хорошо. Водительское усилияние на такую лодку не требуется. Пожалуйста. Спасибо. До свидания. На озере и на реке лодок практически нет. И это неудивительно. Будний день и основная масса отдыхающих на работе. Тех же, кто хотел порыбачить, отпугнул поднявшийся ветер. В последние дни и при хорошей погоде нам попалась бы не одна, две, три лодки, а десятками и двадцать, тридцать лодок. То есть за непродолжительное время, час-два, находясь в рейде, можно в действительности проверить примерно двадцать-тридцать лодок. Самыми частыми нарушителями становятся владельцы гидроциклов. Любители погонять там, где не положено, нередко делают это еще и без прав. За такими хулиганами порой приходится устраивать погоню. Именно поэтому, услышав вдалеке характерный шум водного мотоцикла, инспектор, не раздумываясь, вернул в этом направлении. Добрый день! Добрый день! Здесь, однако, оказалось все в порядке. В наличии есть необходимые документы. Так получилось, мы сначала купили гидроцикл. Потом я узнал, какие права, что надо получить для него права. То есть надо было сначала пройти медкомиссию. И после медкомиссии пошел учиться на морские права. У нас, получается, в Гомеле можно получить только речные права. В принципе, проблем нет. Это все занимает пару дней, обучение. И получаешь не права, а получается матрос спасать. Я закончила на курсе матрос спасать. К слову, ежегодно в Гомельской области права на управление водным транспортом получает около 300 человек. Так, в прошлом году тех, кто сдал такой экзамен, было 296. В 2016-м на 40 меньше. А вот 2015-й год можно считать рекордным – 450 человек. У центрального пляжа нам встречаются сразу несколько байдарок. Юные спортсмены под руководством тренера садятся в лодки. Инспектор отмечает, что все ребята в жилетах. Это правило, как показала трагедия в Могилеве, где подросток утонул на тренировке, жизненно необходимо. Кстати, нарушения в действиях тренера все же есть. Причаливать к пляжу запрещено. Ранее, в прежние далекие времена, здесь, на участке, действовало местное правило, по которому двигаться на моторе можно было только после 6 вечера и до 8 утра. Несмотря на все эти меры, аварийные случаи, связанные с судами, в Гомельской области нередки. Ежегодно их регистрируются от 4 до 6. В этом году у нас уже 4 аварийных случая в области. 2 в Наравлянском районе, 1 в Житковичском и 1 в Жлобинском. И все 4 случая с гибелью людей. То есть все четверо находились без спасательных жилетов. И пока, по предварительным данным, все четверо находились в состоянии алкогольного опьянения. Алексей Немкевич, Андрей Иванов. Специальная для программы «Дефакто». Безопасность на воде – не пустые слова. Согласно данным Государственной инспекции по маломерным судам, плавсредств становится больше и на воду люди выходят на них чаще. Особенно опасны гонки на скоростях. Примеров можно приводить много. В этом году, катаясь на водном мотоцикле, погиб известный хоккеист, игрок юниорской сборной России и клуба ЦСКА Сергей Огородников, который в свое время выступал за хоккейный клуб «Гомель». Что касается происшествий в Беларуси, только за прошлый год их было зафиксировано более 15. 9 человек погибло. О том, почему инспекторы так пристально следят за безопасностью отдыхающих и какие изменения в законодательстве могут ожидать владельцев плавательных средств, поговорим сегодня с инспектором Государственной инспекции по маломерным судам Гомельского участка Владимиром Ивановым. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Николаевич, какая сегодня картина происшествий на воде в Гомельской области по сравнению с другими регионами Беларуси? Какова тенденция? Вы знаете, на данный момент ситуация у нас немножко такая удручающая, потому что, как показывает практика, статистика наша, за предыдущие годы в среднем у нас было по 5 случаев аварийных на воде, в которых гибли люди. В том году даже было 5 случаев, но 3 человека погибло. А в этом году уже 4 случая аварийных в нашей Гомельской области, а в целом по республике 8. То есть видите, какая картина, половина этого нашей области, 2 случая была в Наровле, в Житковичах и 1 случай был в Жлобине. Каковы причины? Чем это объясняется? Знаете, причины одинаковые. Люди выпивают, люди находятся без спасательных жилетов, либо на лодке переворачиваются, либо какие-то еще действия выполняют при ловле рыбы. В итоге лодка перевернулась, люди тонут, и такая вот ситуация. По сравнению с другими регионами, я вам сказал, если в целом по республике за те годы, то в нашей области как-то немножко все-таки случается больше аварийных случаев. Потому что если, например, в 2017 году всего 16, случаев в Гомельской области 5. То есть как минимум 30% от общего количества происшествий. Да, получается, по картине такая вот ситуация у нас в целом по республике. Как проводится работа ГИМС, госинспекция по маломерным судам в целях предотвращения подобных происшествий? Ну, вы знаете, что в целом мы выезжаем в рейды. В рейды у нас запланированные бывают по 3, по 4, по 5, а то и по 6. Каждый инспектор у нас выезжает на воду. У нас Гомельский участок очень большой, и 6 ближайших районов он охватывает, в том числе и Гомель. Поэтому мы стараемся на воде предупреждать эти случаи. С людьми мы всегда общаемся, разговариваем, ну и, естественно, наказываем. То есть штрафы у нас до трех базовых величин. Это как бы, если брать по минимуму, ну, а там уже если что-то серьезное, то уже и серьезные штрафы. О чем обязательно должен помнить владелец моторной лодки, например, если он собирается выходить на воду? Какие меры должен предпринять? Ну, вы знаете, самая первая мера, наверное, это не выпивать на воде. Потому что алкоголь, это наиболее такая серьезная проблема. Неужели так часто это встречается? Нет, вы знаете, и если взять статистику, то у нас в 2017 году не было таких случаев. В 2016 году у нас был один случай, да, там двух человек мы наказали. Одного за передачу управления в нетрезвом виде, второй управления тоже в нетрезвом виде. 10-15 базовых величин при совершении прав было одного человека. Второй момент, это обязательно наличие спасательного жилета. Потому что без спасательного жилета, вот я вам говорил, приводил цифры, 4 случая, все люди были без спасательного жилета, все утонули. То есть необходимо как на себе надеть, так и на человека, которого будешь перевозить на пассажире или еще... То есть количество людей в лодке должно равняться количеству спасательных жилетов. И если я не ошибаюсь, жилет должен быть подобран правильно. Потому что если он большего размера, то... Да, да, это тоже он должен был подобран правильно. И обязательно он должен быть застегнут. Потому что если человек, естественно, грузный, то надо какой-то уже больший жилет. И обязательно он должен быть застегнут при движении на маломерном судне. Если человек стоит на лодке? Если на якоре человек стоит, можно расстегнуть жилет, можно снять жилет. Но дети до 14 лет у нас тоже должны быть обязательно в спасательных жилетах. И им запрещено вообще расстегиваться и снимать даже на якорной стоянке. Давайте кратко разберемся, какие документы должны быть при себе у владельцев плавательных средств. Ну, у владельца плавательного средства, давайте так, если, например, это грибное моторное, то у него, естественно, до 5 лошадиных сил, то у него права не нужны на право управления маломерным судном. То есть достаточно судового билета, в котором будет указана регистрат, зарегистрированная лодка с присвоенным номером. А также будет мотор, если у него будет до 5 лошадиных сил зарегистрированный. И сертификат о прохождении технического осмотра. А если уже свыше 5 лошадиных сил двигатель, то тогда надо же у права на управление маломерным судном. Что обещает нам законодательство? Будут ли изменения и всем ли средствам необходим техосмотр, мощность мотора которых превышает 5 лошадиных сил? Вы знаете, на данный момент законодательство предусматривает все-таки прохождение техосмотра и регистрации для лодок, у которых мощность мотора будет до 5 лошадиных сил. Планируется изменение в законодательство, когда изменятся они. То есть не надо будет человеку, когда он купил лодку и мотор до 5 лошадиных сил, приходить к нам, зарегистрировать ее, ставить на учет и проходить техосмотр. Но эти пока изменения не вступили в силу. Давайте поговорим о любителях скоростей, тех, кто катается на водных мотоциклах. На сегодня эти люди уже поняли, что все-таки необходимо судоводительское удостоверение и соблюдение правил управления этим транспортным средством. Ну в целом у нас по области, не касается не по области, а по Гомельскому участку, у нас зарегистрировано до 70 гидроциклов. Я вот посмотрел статистику, если в 2016 году право нарушений было 284, в 2017 – 200, и примерный процент нарушений на гидроциклах где-то 10-12, где-то так вот примерно. То есть небольшое количество. В основном все нарушения – это езда либо без номеров, либо без регистрации гидроциклов, без жилета, либо превышение общей грузоподъемности. То есть рассмотрено два человека, а берут три, в это время мы как бы видим это дело нарушения, наказываем. Но тем не менее случаи печальные были, когда либо сталкивались эти плавательные средства друг с другом, либо с другими лодками. Да, вы знаете, случаи у нас были. Так, например, в 2015 году у нас был случай, когда на гидроцикле... Гидроцикл совершил столкновение с маломерным судном, и в маломерном судне был судоводитель, который погиб. А в 2017 году у нас тоже был случай, когда с гидроцикла выпал пассажир, попал под струю водомета и получил серьезные травмы. Скажите, вот в связи с этим вопрос, часто очень владельцы гидроциклов катают людей на так называемых ватрушках, да, надувных приспособлениях. Чем это может быть опасно? И разрешены ли подобные аттракционы у нас в стране? Ну, знаете, как такового запрета на то, чтобы катать людей у нас в Республике Беларусь нет. В основном это не ради денег катают, а ради удовольствия люди покупают. И как показывает практика в нашей, в частности, если возьмем город Гомель, то у нас таких мест как таковых нет. Но есть одно место, это на Володькином озере, так называемом, где впадает Ипуть в нашу реку Сож. Там людей катать можно, но соблюдая, естественно, меры осторожности, все должны быть в спасательных жилетах. И подплывать ближе, чем на 100 метров к пляжу центральному нельзя. Владимир Николаевич, спасибо большое за конструктивный разговор. В студии программы «Де-факто» вместе с инспектором госинспекции по маломерным судам Гомельской области Владимиром Ивановым мы обсуждали вопросы безопасной эксплуатации плавательных средств. И в завершении программы по традиции рубрика «Я очевидец». Вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов людей со всего мира. В Гродно БМП наехала на легковой автомобиль. Произошло это, когда колонна боевой техники двигалась по одной из улиц областного центра и выполняла на перекрестке левый поворот. Одна из боевых машин так круто вошла в поворот, что на время утратила сцепление с дорогой и вошла в неуправляемый занос, следствием которого и стал наезд на автомобиль «Фольксваген Пассат». Гусеницы придавили всю переднюю часть машины и подмяли крышу как раз со стороны водителя, который чудом серьезно не пострадал. Его спасло сидение, спинка которого откинулась назад во время наезда. Армейцы возместили пострадавшему весь ущерб и, как признался мужчина, зла на них он не держит, посчитав это ДТП делом случая. Новую «Феррари 458 Италия» сразу после выезда из автосалона разбила девушка из Китая. Происшествие попало на видео. Китаянка арендовала автомобиль и вскоре на мокрой дороге потеряла над ним контроль. Легковушка столкнулась с ограждением, а после и с другим автомобилем. «Первый раз за рулем «Феррари» – это действительно самое невероятное ощущение», успела сказать водитель перед аварией. Счастливая девушка снимала из легковушки видео. ДТП она серьезно не пострадала. И снова Поднебесная. Полное уничтожение 15-этажной элитной гостиницы попало на видео, снятое очевидцами. Здание разрушили до основания за 10 секунд. Взрыв был контролируемым. Власти заранее предупредили горожан, что будут перекрыты несколько прилегающих улиц. Отель был признан историческим зданием. Собаки полиции Мадрида проходят обучение по спасению людей и могут делать им непрямой массаж сердца. Навыки спасения прививают щенкам с раннего детства и устраивают им сложные экзамены. Одно из таких испытаний проходил и пес по кличке Понче. Полицейский упал, и собака сразу поспешила ему на помощь. Малыш быстро оценил обстановку и начал делать пострадавшему непрямой массаж сердца, периодически проверяя пульс. Собака спасала полицейского, пока тот не поднялся и не похвалил ее. Радостный спасатель последовал с площадки вслед за своим экзаменатором. В России машинист остановил поезд в нескольких метрах от девочки-подростка, стоявшей на железнодорожных путях. Это произошло в поселке Лобня Московской области. Девочка до последнего стояла на рельсах и сошла с них лишь, когда поняла, что поезд до нее не доедет. Машинист заблаговременно смог затормозить, так как издалека увидел на путях силуэт человека. Анаконда стала причиной затора на дороге в Бразилии. Эти кадры из города Манаус, штата Амазона, в котором анаконда пыталась переползти дорогу и полностью ее перекрыла. Свидетели снимали на видео, как анаконда длиной более трех метров переползает через проезжую часть. Дорога, на которой был замечен необычный участник движения, проходит через большую зеленую зону в городе. И в этом районе автомобилисты нередко видят диких животных. На борту немецкого фрегата взорвалась ракета. Инцидент произошел непосредственно во время запуска. Немецкое судно «Саксония» участвовало в учениях у берегов Норвегии. Когда военные запускали ракету, она взорвалась еще до начала пуска. В результате происшествия пострадали два солдата. Они получили медицинскую помощь и отправились проходить службу дальше. Что касается самого фрегата, то он получил серьезные повреждения. В Китае грузовик чуть не разорвало на части. Взрыв механизма кузова огромного грузовика попал в объектив камеры наблюдения. Водитель пытался сбросить многотонный груз, но что-то пошло не по плану. Гидравлический подъемник буквально взорвался. От мощного толчка кабину подбросило. Стекла посыпались наружу. Насколько пострадал водитель, не сообщается. Дикий слон напал на пассажирский автобус в Индии. Очевидцы рассказывают, что вначале они обнаружили на дороге следы целого стада исполинов. А затем совсем рядом заметили детеныша, который, видимо, отстал от сородичей. Водитель притормозил и в этот момент увидел маму-слониху, которая практически сразу же бросилась на автобус. Сообщается, что в салоне было 60 пассажиров. Впрочем, разъяренное животное нанесло лишь один удар. А потом развернулось и вместе с детенышем ушло в джунгли. А жителя Новосибирска удивил танец молний. Мощные электрические разряды удалось запечатлеть мужчине, который снимал небо во время сильнейшего шторма. В небе над городом разыгралось настоящее светопредставление. Сверкало без остановки. И этот любительский ролик дает возможность увидеть, какие необычные узоры вырисовывали разряды. Многие в комментариях к видео пишут завораживающе. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я Александр Гамолин благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова